Вопрос. Как поститься человеку, у которого почечная недостаточность, и который три раза в неделю делает диализ? Ответ. Хвала Аллаху. Постоянному комитету задали вопрос. Влияет ли диализ на верность поста, если человек соблюдает пост? Комитет ответил. Нами были направлены письма уважаемому руководителю специализированной клиники имени короля Фейсала и руководителю клиники вооруженных сил в городе Эр-Рияде для понимания процесса диализа и для уточнения жидкостей, используемых при этом, а также о том, несут ли они какую-либо питательную функцию. Их ответ состоял в том, что диализ подразумевает выведение крови больного в специальный аппарат – искусственная почка, в котором происходит очищение крови и последующий возврат ее в тело. Также было сказано, что в кровь добавляются некоторые химические и питательные вещества, такие как углеводы, соли и прочие. Таким образом, комитет, проведя исследование и обратившись с вопросами к специалистам для того, чтобы узнать, что происходит при диализе, постановил, что упоминаемый диализ почек нарушает пост. Только Аллах является обладателем и дарителем успеха. Да благословит Аллах и приветствует пророка нашего Мухаммада, его род и его сподвижников. Шейху Ибн Усеймину, да помилует его Аллах, задали вопрос о том, нарушает ли диализ почек омовение из-за выхода крови. И как человеку совершать молитву и соблюдать пост, если ему в это время делают диализ? Он ответил, что касается нарушения малого омовения, то оно не нарушается, так как верное мнение ученых гласит, что то, что выходит из тела человека, не нарушает омовение, если только это не что-то, выходящее двумя путями. Все то, что выходит этими двумя путями, нарушает малое омовение. И моча, и калы, и газы. Одним словом, все, что выходит этими двумя путями, нарушает малое омовение. Если же что-то выходит из организма другим путем, например, если это кровотечение из носа, кровь из раны и подобное, то это не нарушает малое омовение в любом случае, и когда крови много, и когда ее мало. Поэтому диализ не нарушает омовение. Что касается молитвы, то человек, совершающий диализ, в этом случае может совместить полуденную молитву с послеполуденной и закатную молитву с ночной. Он должен договориться с доктором напрямую, чтобы диализ не проходил более половины дня, чтобы он смог совершить полуденную и послеполуденную молитвы вовремя. Например, он может сказать, «Отложите, пожалуйста, диализ на время после зенита, которого было бы мне достаточно для совершения полуденной и послеполуденной молитвы. Или давайте начнем раньше, чтобы я смог совершить эти молитвы до выхода времени послеполуденной». Главное, что он может совместить молитвы, но совершить их при этом вовремя. И для этого ему нужно договориться непосредственно с доктором. Что касается поста, то мы сомневаемся в этом. Иногда я говорю, что это похоже на кровопускание. При кровопускании кровь выпускается и не возвращается в тело. И оно нарушает пост, как это упоминается в хадисе. Что же касается диализа, то при нем кровь выпускается, она очищается и возвращается в тело. Но я опасаюсь, что во время диализа присутствуют питательные вещества, которые могут заменить пищу и питье. И если это действительно так, то диализ нарушает пост. В этом случае, если человек болен неизлечимо, если нет надежды, что он когда-либо исцелится, то он должен кормить за каждый пропущенный день поста в Рамадан одного бедняка. Если диализ проводят в некоторые дни, то он оставляет пост в дни диализа и возмещает пропущенные дни поста после. В случае, если жидкость, которая смешивается с кровью во время диализа, не является питательной, но только очищает кровь, то это не нарушает пост. Поэтому в таком случае он может проводить диализ даже в дни, когда постится. Для уточнения этого вопроса следует обратиться к докторам. Резюме ответа. Человек, который болен почечной недостаточностью, прерывает пост в те дни, когда проводится диализ. Если в последующем он может возместить пропущенные дни, то делает это. А если он не может возместить пост, то он своим положением похож на человека преклонного возраста, который не может поститься. А посему он разговляется, и за каждый пропущенный день поста он кормит одного бедняка.